Внимание, дорогие телезрители, что вы смеетесь? Ничего смешного в этом нету. Почему? Потому что в гостях у нас очень серьезный исполнитель. Человек, которого знает, ну, если не все, то, по крайней мере, 70% населения Кыргызстана однозначно. У нас певец прекрасный, замечательный, талантливый Аяр. Доброе утро. Здравствуйте, как у вас дела? Давайте сразу раскроем тайну, завесу тайны. Аяр, это своими или нет? Да, конечно. То есть вы сами себя назвали? Или мама, папа, бабушка, дедушка? Что означает такое редкое имя? Добрый и ранимый человек. Соответствует, вот прям один в один. Аяр, ну давайте, мы сейчас скромничать не будем, будем хвастаться. Мы знаем, что вы записали новые песни. Да. Она снова про гангстер-рэп, да? Не, ну, шутки шутками. Про любовь. Про любовь, конечно, естественно. Романтичная история, трагическая история. Не, не трагическая. Не трагическая, что вы такое говорите? В Кыргызстане любовь всегда только прекрасна и чиста. Чиста и невинна. Конечно, ну, не совсем так, но вот что-то в этом роде. Скажите, Аяр, вот у вас есть супруга, любимая девушка? Пока нету. Пока нету. Но наверняка есть муза. Связан вопрос как раз таки с этим. Каково вам находить эмоции подходящие для того, чтобы исполнять вот эти романтичные песни, не имея, скажем так, вот этого человека, который является прообразом каждой вашей позиции? Вот мне кажется, это очень тяжело как раз таки находить то самое эмоциональное состояние. Потому что одно дело, когда ты говоришь о том, что ты чувствуешь каждый день. То есть это касается доктора Дреса и так далее. И совсем другое дело, скажем, именно у творческих людей именно в мейнстримном понятии. То есть те, кто поют лиричные композиции, те, кто поют любовные песни, баллады, всевозможные. Вот тяжело, наверное, или нет? Честно говоря, легко удаются в эти образы. Не тяжело, нормально все. Наверняка каждую песню, каждый текст нужно прожить и пропустить через себя. Почувствовать. Верно? Как легко или как тяжело находить ту самую музу или вдохновение? В чем оно? Честно говоря, в красивых девушках, правильно? В красивых незамужних девушках. В тех самых девушках, в которые чеки инстаграма, я так понимаю. Ну ладно, опустим. Хорошо, расскажите мне, когда нам ждать? Как вообще прошла премьера этой песни? Была ли премьера уже? Да, да, да. Была премьера. Как все прошло? Как восприняла аудитория? Ну, песню я нашла своих слушателей, можно сказать. Классно было. Аудитория, возраст, от скольки до скольки примерно? Ну, эта песня для молодежи, честно говоря. От 15 до 25 плюс минус. Где-то, где-то. Хорошо. Ну, в принципе, если брать все ваше творчество, оно достаточно такое лиричное. Правильно? Вот вы не думали кардинальным образом что-то изменить в своей жизни? От образа романтика перейти к... Мы сейчас планируем все попробовать. Все хотелось бы попробовать. Это новый образ, возможно, нам нужно ожидать, что вы придете весь в татуировках, с оранжевыми волосами, как сейчас модно у кей-попера. Переборщивать не будем, но будем стараться. Хорошо, давайте поговорим о вашей творческой карьере, во сколько начинали, ну как вообще пришли к этому? Где-то уже около, где-то 7 лет уже, наверное, в творчестве. Это профессионально вы занимаетесь этим. Вот когда первый раз пели первую песню, вы помните, не помните? Первый раз, я помню, это было в девятом классе. Вот тогда... Вы переселили себя. В Караколе был этот концерт, и там как-то случайно так вышло, что попросили спеть, и у многих было уже все записано профессионально, а я так раз неожиданно сам вышел, спел, живем, прямо спел, дрожь был. Супер, супер, скажите, 7 лет, 7 лет профессионально. Вот не надоедает? И, честно говоря, нет, это, можно сказать, это любимая работа, можно сказать, любимое хобби. Ну, душа требует этого. Не тяжело ли? Не тяжело. Просто у многих обывателей мнение следующее, певцах. Вот ты пришел с микрофоном, спел и ушел. На самом деле нет, мы прекрасно понимаем, что рано утром начинаются тренировки, голос должен проснуться. К моменту выступления он должен дойти до идеальных кондиций. Да, это так. После выступления вы тоже должны сделать какие-то упражнения для того, чтобы на следующее утро не остаться без своего голоса. Ну, опять-таки, у кого-то больше этих тренировок, у кого-то меньше, и не все так просто. Когда я говорил о том, что не надоело ли именно вот этот повседневный труд. Процесс, да, вот этот? Нет, не надоело. Наоборот, в кайф это. Хорошо, какие-то новые горизонты уже наметили себе вот на будущее? Я не знаю, через 10 лет я буду мировой звездой. Ну, наверное, у всех есть такие планы, но будем стараться. О реалистичных планах вот альбомы. Альбомы? Клипы, релизы. Когда? Мы недавно запустили новый клип на эту песню, которую мы только что говорили, Сарнам. Называется песня. Вот на эту песню мы клип запустили. С кем планируете спеть дуэтом? Дуэтом пока что нету планов. Хорошо, с кем вы хотели спеть? Мечтали. Ну, честно говоря, с Майкл Джексоном. С Майкл Джексоном. Хорошо. А вот если говорить об отечественных исполнителях, вот ваш топ-3, например, для меня это вот однозначно отобегов. Если говорить по восприятию аудитории, это у Кулинаса Толганова, допустим, мы на третьем месте, ну, вот, последний, по крайней мере. Джонни? Ну, я думаю, что больше, наверное, Айбер Косенов. Да, Айбер Косенов тоже, да. Потому что у Джонни вот хит, он вышел, ну, в последний год, а Айбер Косенов, скажем, свою публику уже завоевал на протяжении долгого времени. Вот, скажите, вот ваш топ-3, это что? Ну, я не буду делить, но уважаю творчество Гулинаса Толганова и Мирбека Табекова, честно. Потому что Байкеша и Джешка, они классно работают. Ну, я не спорю, это авторитеты, мне кажется, в любой сфере жизни. Вам, Айр, мы пожелаем творческих успехов. Это раз, но просто так не отпустим. Вы нам обещали спеть, я думаю, что в скором времени вы нам эту композицию предоставите. Все сейчас можете занимать свою боевую позицию, боевую вокальную позицию. А мы вас сейчас красиво представим. Итак, дамы и господа, с девятого класса Айр делал все, готовился для того, чтобы сегодня для вас исполнить этот замечательный трек. Я думаю, что он понравится всем без исключения. Итак, дамы и господа. Барабанная дробь, мы все ждем и не пропустите это. Айр, слушаем и наслаждаемся. 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 Субтитры сделал DimaTorzok